Филиппина Липпи Я использую сайт Википедии, интернет, сайт Атхиф.ру и статью Анны Вчерашней, ну и интернет Родился в тосканском городе Прата в семье художников Фра Филиппа Липпи и Лукреции Бути Учился живописи у Фра Даманте, развивался под влиянием Сандра Боттичелли и отцовских произведений Работал в Прата, в Риме, по характеру своего творчества он прямо примыкает к Боттичелли Для его произведения характерен сильный драматизм, сочетание со свободой и виртуловностью Сцены он любит окружать архитектурными деталями К числу ранних работ Липпи по части стеной живописи принадлежат фрески, которыми он довершил украшение капеллы Бранкача Церкви Санта Марии Дел Кармины во Флоренции, которую начал Мазолино и Мазачи Говорят, что в некоторых аспектах Филиппино Липпи даже превзошел своего учителя Сандра Боттичелли Шаржан Авазари, итальянский живописец, архитектор, писатель, автор знаменитых жизнеописаний Основоположник современного искусства знания посвятил Филиппо Липпи две главы Они называются жизнеописания Филиппо Липпи, флорентийского живописца Отец был первым учителем Филиппина, он взял своего сына с собой в творческую экспедицию на росписи соборов с Палетов Но уже через два года Филиппо Липпи умирает, поручая сыну заботам своего друга, монаха и художника Фрадаманте 15-летний Филиппина поступает в мастерскую у любимого ученика своего отца Сандра Боттичелли Боттичелли был ведущим мастером при дворе Лоренцо Медичи Великолепного И вокруг него сложился круг художников, которых стали называть медицейцами Это слово, производное от фамилии Медичи Наиболее ярким из этих художников стал Филиппина Между творческой манерой Боттичелли и Филиппина Липпи очень много общего Даже на собственных портретах они похожи Сандра и Филиппа Филиппину приглашают дописать фрески Мазаччи, незаконченной капелло Франкачи И отказавшись от узнаваемого собственного стиля, он приближается к манере Мазаччи Заканчивает фрески, работает с фресками Санта Мария Новелла Иногда отлучаясь в Рим, чтобы работать на часовне Карафа Собора Санта Мария Сопра Минерва Заказов очень много, работы отсылают в Гену и Болонию Кстати, король Венгрии Матвей Корвин лично требовал, чтобы его изобразил Филиппин Олиппи Но Филиппин Олиппи отказался, взял портрет короля, который был отчеканен на монете И списал с него картину и отправил в Венгерскому королю Сейчас эта картина находится в Венгерских музеях Через некоторое время Медичи были изгнаны из города И на короткое время город возглавил Саваранова Это монах-фанатик, обличавший в человеческие порохи и греховное ренессансное искусство Жизнь старшего Липпи приводилась в качестве негативного примера Мы помним, что отец Филиппина уходил из церкви, похитил монахиню, женился на ней Но благодаря своим связям его восстановили, ну и в общем у него ничего не было Филиппин, в отличие от своего отца, был человеком любезным, учтивым, приветливым Жизнь вел скромную, приличную, чем во многом смог загладить в общественном мнении грехи своего отца Филиппин вдохновляло искусство Древнего Рима Благодаря его изучению Филиппина обогатил ренессансную итальянскую живопись множеством декоративных элементов Изобрел новые способы изображать и разнообразить одеяния, оружие и архитектуру Был жаден до деталей, скурпулезен в работе Последней работой Филиппина Липпи стал алтарь в монастыре Анонциад В Азаре пишет, что начатые фигуры Липпи написал лишь по поясу Дальше не успел застегнуть жесточайшей горячкой и болезнью горло В апреле 1505 года художника не стало Дети похоронили его в цирке святого Михаила Бездомини Флоренция отдала Филиппина дань уважения тем, что в день его похорон в городе В связи с трауром были закрыты все художественные мастерские Ну вот, наверное, и все, что я смог найти в интернете На сайте Атхифру, Википедия Посмотрите картины Сегодня мы познакомились немножко с Филиппо Липпи, который был прозван Филиппино Липпи Сын Фра Филиппо Липпи Итальянский живописец эпохи Возрождения Всего всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok